здравствуйте зрители нашего канала я приветствую всех 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 кто с нами сегодня сегодня у нас разговор пойдет о клубнике клубника весной что делать это наверное видео больше понадобится молодым садоводам огородников которые сталкиваются с этой проблемой после зимовки клубники в первый год опытные садоводы конечно же это все знает но тем не менее приступим и так вы пришли на свой дачный участок после того как сошел снег первым конечно кому должны уделить внимание по возможности конечно же это клубники я специально оставила эту грядку для вас для того чтобы вы видели как правильно как правильно с чего нужно начинать и так вы пришли на участок видите грядку мы вот здесь слегка и эмульчировали листьями опавшими вот этот растительный мусор мы должны весь убрать это первое с чего мы начинаем если не убирать мусор растительный то вот здесь под ним скапливается различные инфекции вредители зимующие то есть все вот это должно быть обязательно убрано с грядки после того как вы хорошо все уберете с грядки очистите ее очищать мы должны не только вот от этого растительного мусора но и от всех укрывных материалов то есть если вы на зиму мульчировали любым материалом то есть вы сейчас должны все это убрать и освободить клубнику мульчирующий материал мы будем наносить но даже если это была черная пленка за зиму она все равно страдает она начинает превращаться ну и рваться если конечно вас очень хорошем виде можете конечно же и оставить после того как вы убрали все материалы которые у вас были изолирующие приступаем к самой обрезке не надо жалеть листья вот как вот здесь например вот вы видите листочек вот он часть какая-то у него хорошая а часть какая-то плохая все это мы безжалостной рукой удалим обрезать клубнику нужно достаточно аккуратно если вы обрезаете вот те ветки которые растут по границе куста то есть вот ну далеко от сердечка и конечно можно хорошо резать но когда вы приближаетесь к центру самого кустика будьте аккуратны не повредите вот точку роста вот это само сердечко потому что в общем то если вы нечаянно срежете это то клубника может погибнуть или вообще отстать в росте на приличное время поэтому вот здесь очень аккуратно подрезаем дальше после того как вы все вот это обрежете обязательно нужно убрать ни в коем случае не оставляя все вот эти растительные остатки здесь на грядке то есть все вот это мы должны незамедлительно после того как мы обрезаем все убирать вот такие листики которые половинчатые это все мы безжалостной рукой режем не жалейте после того как вы убрали весь растительный мусор обрезали клубничку начинаем ее рыхлить помните о том что если вас особенно посажена клубника рядами рыхли мы только между ряде не надо рыхлить вот так прям вкус дело в том что корневая система клубники находится на глубине 5 сантиметров если у вас даже вот такие вот зубе вы представьте есть вероятность того что вы просто их можете повредить поэтому вот рыхлим между ряде и вокруг кустика не старайтесь значит заходить на то есть вот сюда после того как вы хорошо ее прорыхлили приступаем к влагозарядному поливу если у вас весна сухая то есть влаги в земле мало и вы видите что клубника страдает вот тогда мы приступаем к влагозарядному поливу если вы видите что у вас грунт вот такой же как у меня влажный хороший то вот этого рыхления будет достаточно для того чтобы как говорится закрыть эту влагу которая есть уже в почве после того как вы прорыхлили все приступаем к обработке клубники от вредителей и от грибковых заболеваний то что очень часто и все все насаждения могут поражаться как вредителем так и грибковыми заболеваниями что для этого можно использовать на ранних стадиях хорошо очень брызгать бордовской смесью 1 процентный раствор мы обрабатываем всю землянику по грунту даже если в грунт попадает на поверхность ничего страшного от грибковых заболеваний можно использовать любые медисодержащие препараты это хорус холм годится причем вот эти можно даже сделать в баковой смеси хорус и холм можно с карбофосом но это уже очень такая сильная смесь если вы все-таки сторонник того что у вас обрабатывать клубнику бабушкиными способами народными способами и биопрепаратами тогда конечно вам это не годится но бордовской смеси все-таки я бы обработала особенно вот ранней весной что еще можно сделать если у вас земляника клубника не поражались грибковыми заболеваниями то я тогда советую вам просто использовать или народные средства для профилактики или же препараты которые биопрепараты от вредителей и от болезни это фитоверм у идет у нас фитоспорин идет от болезни фитоверм идет от вредителей пожалуйста с периодичностью с разрывом во времени вы можете использовать обрабатывать клубнику от этих вредителей если все-таки у вас была проблема и вредители были и большое количество то тогда конечно без химии тут увы к сожалению не обойтись для профилактики пожалуйста еще раз повторюсь биопрепараты и народные средства из народных средств что очень хорошо работает против вредителей ну конечно настой чеснока лука настой красного перца настой различных горчицы все это прекрасно работает пижмы прекрасно работает от вредителей но это опять как профилактическое средство то есть если у вас большое поражение было клубники именно вредителем то конечно одним народными средствами увы к сожалению вниз не справимся теперь по подкормки очень часто этот вопрос задают когда правильно начинать кормить здесь вот такое вот условно можно так сказать но не золотое правило условное два-три листочка первая подкормка азот здесь что может быть азотистой подкормкой мочевина пожалуйста столовая ложка на ведро воды размешиваем под каждый кустик по пол литра далее знаю такой же способ очень хорошо тоже кстати работает одна бутылка нашатырного спирта маленькая аптечная на ведро воды и проливаем таки прямо таки по кустикам сверху когда еще кустики только маленькие и соответственно это идет и подкормка и прекрасное удобрение так как это все-таки азотистый то есть это азот и кстати нашатырный спирт прекрасно себя показал в борьбе за страшным я считаю вредителем который называется хрущ невидимый враг в земле может уничтожить просто в одночасье все наши труды вот нашатырный спирт прекрасно с ним сражается то есть вы если у вас грядка особенно не приподняты обычные на земле на грунте то вот пожалуйста пролейте это идет и как пор подкормка и как защита и от вредители и в то же время и от этого коварного хруща после того как начинает образовываться бутоны то есть вы видите за скоро будет цветение еще одна подкормка конечно в идеале здесь уже у нас должны выступать комплексной подкормки все полный комплекс азота фосфор калия и в то же время минералы здесь уже выбирать вам вы можете взять как готовые уже удобрения то есть развести в воде можете можете рассыпать по вокруг куста и заделать в почву но я все-таки сторонница и рекомендую вам все-таки использовать конечно же именно вот жидкие удобрения они во первых и быстро работают и в то же время растение прекрасно их усваивать на сегодняшний день представлено большое количество различных удобрениях это любозелена фертика много много агрикола различные удобрения которые предназначены именно для ягодников пожалуйста можете сами смешивать удобрения и подкармливать это тоже годится можно конечно вообще идти только чисто на органике тогда настаиваем или куриный помет или же коровяк настаиваем и проливаем можно также использовать различные настои сброшенных трав зеленая трава здесь тоже и минералы и в то же время и азотная подкормка то есть она в общем перерывается к навозу пожалуйста можете пойти этим путем то есть я вам даю различные варианты подкормок третья фаза наступает после того как отсвело растение то есть клубника отсвела начинается процесс уже завязывание плодов вот здесь мы тоже начинаем кормление вот это три таких важных этапа именно весной не пропустите их и обязательно подкормите свою клубнику после того как мы подкормили первый раз я вам настоятельно рекомендую замульчировать клубнику все свои посадки замульчировать любым мульчирующим материалом что может выступать в качестве мульчи ну конечно же это укрывной материал черный который мы его глянцевой стороной раскладываем внутрь сверху обычной стороной то есть пожалуйста разрезаем крест накрест для растения и накрываем и пожалуйста оставляем следующий еще материал сена или солома пожалуйста это тоже годится в качестве мульчи очень знаю часто использует для мульчирующих в виде мульчирующие условия хвою перепревшие хвою пожалуйста это тоже годится причем вы знаете клубника даже любит этого она любит немного слегка подкисленный грунт вот это ее очень любимая такая среда поэтому вот сосновый опад хвойный опад годится для мульчи для чего нужна мульча во первых первое конечно это защита от испарения излишнего количества влаги не будет испаряться даже вообще никакой влага не будет испаряться под слоем мульчи далее ягоды после того как начнут образовываться ягоды они не будут соприкасаться с землей это очень важно дело в том что грибковые заболевания особенно гниль плодовые это очень часто бывает когда ягоды лежат вот так на грунте даже если вы мне сейчас скажите мы используем специальные такие подпорки для ягод вот вы знаете я уже по опыту могу сказать что сорта клубники которые ремонтантные крупные ягоды они даже вот эти подпорки иногда и не выдерживает то есть накренивается прямо-таки на одну сторону вот тянутся ягодки к солнышку перевешивает вот у меня такой случай был я в общем-то от них отказалась все-таки для меня мульча это наверное самое оптимальное решение мульчирующий слой как я уже сказал выбирайте любой какой вам нравится собирать такие ягоды очень удобно они чистые хорошо прогретые солнцем ну и соответственно конечно не поражается фактически никакими заболевания единственный враг это слизни но слизнями как бороться мы уже говорили в принципе вы знаете если грядка вот такая приподнятая это опять вот в пользу высоких грядок чем хорошо вот по краю вот здесь можно разложить от слизни различные и приманки и в то же время и гранула слизни это конечно вот на высоких грядках с ними проще бороться ну и конечно же следим за поливом полив должен быть особенно для сортов которые ремонтантные которые плодоносит на протяжении всего сезона должен конечно же быть обильный и полив и подкормки регулярные и обильные то То есть так, как положено. Вот тогда вы точно получите обильный урожай и ягод, и, конечно, и качество ягод будет очень высокое. Именно весной очень хорошо начинать посадки. То есть если вы планируете разбить плантацию, самое время весной этим заботиться и заняться. Именно сейчас в торговые сети приходит большое количество посадочного материала. Пожалуйста, вот август и начало весны. Прекрасное время для того, чтобы улучшить плантацию или же посадить какие-то новые эксклюзивные сорта. Я буду рада, если мои советы вам пригодятся. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех наших новостей. И хороших вам урожая в клубнике. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова